Что такое Савитур? Смотрите, если Агни – это жизнь, которая живет в человеке, божественная, то Савитур – это божественная жизнь, которая живет вокруг человека. Савитур – это тот огонь, который мы видим, когда начинается день и ночь. Савитур – это жизнь, которая проходит перед нами, она тоже энергия. Смотрите, Савитур – это тепло. Но когда человек просыпается и выходит к солнышку греться, то Савитур его может согреть. Это по-другому то солнце, которое создается в внешних жизненных событиях. Когда человек обращается к Савитуру, то он обращается к событиям внешним, которые происходят вне человека. Вот человек, когда произносит Агни, то это божественный огонь, который в нем живет, его жизнь. Когда человек произносит Савитур, то он произносит тому миру, который может быть холодом. Ведь так, если разобраться, то когда все шипят, ненавидят человека, то внешний мир что проявляет к этому человеку? Холод. А если человека за решетку посадили, то холод и голод. Если человек боится, то ему холодно. А тогда чего не хватает? Тогда внешний мир не дает этому человеку тепла. И в такой книге, которая называется Упанишада, мантры, из которой я вам даю, там было придумано еще одно божество. Оно называлось Савитур или оно называлось Бог, проявленный в виде тепла внешних проявлений к человеку. То есть Савитур это любовь Бога, проявленная через события мира. Таким образом, может быть, когда человека не любит никто, когда человеку все условия жизни плохие, то это говорит о том, что Савитура мало. Потому что когда Савитур светит в человека, когда у человека много огни своего внутреннего, когда огни дружит его с женщиной телом, то человеку хорошо живется, у него везде все хорошо. Поэтому решили создать некую такую систему и проявить это в виде такого слова Савитур, по-русски солнце. Что такое? Что мы получаем из внешнего мира? Вам кажется, вы получаете материальное благополучие там или еще что-то? Нет! Холод это плохие холодные чувства по отношению к себе, а тепло это хорошие чувства. Именно поэтому Савитуры обращение к нему это обращение к тому, чтобы получать теплые, хорошие чувства, которые проявлены по отношению к вам. Любовь, радость, желание гордиться вами, желание любить вас. Это все проявленные в вашу сторону, горячий и сияющий Савитур. Помните мантру Омбур? Бывас вахатат Савитур вариням варгоду вася, димахид юна прчодая. О чем она говорит? Пусть огненная энергия внешних проявлений любит меня и создает для меня тепло. Но в случае, если рядом со мной находятся враги, то пусть спалит к чертовой матери этих врагов. Но здесь мантра другая. Праян твам, аси Савитур, атьхварам. И обозначает, пусть только тепло приходит в мою жизнь. То есть по-другому это звучит так. Вас постигли неудачи, вам везде не везет, все не нравится в вашей жизни. Читайте данную мантру. Праян твам, аси Савитур, атьхварам. Праян твам, аси Савитур, атьхварам. И эта мантра поможет вам быть тем человеком, которому этот мир наконец-то начнет давать прекрасные, или начнет для вас создавать исключительно прекрасные события. А вы еще не...